Привет-привет! Сегодня 22 мая и такую картину мы увидели на дороге. Но речь сегодня не об этом, хотя и в сегодняшнем рассказе не обойдется без животных. А едем мы в одно место, где мы были, так скажем, полтора раза. Первый раз мы искали поля маков и заблудились. Тогда случайно мы попали сюда, но вовнутрь мы не заходили. Второй раз мы с подругой захотели выпить чай в каком-нибудь красивом месте, где мы никогда не были. И опять же случайно мы попали сюда. Вот такие были наши предыдущие полтора раза. А на этот раз мы специально приехали сюда, чтобы показать вам и понаблюдать за зайцами. Их тут очень много. Это Хорвуд Хаус. Сейчас здесь находится гостиница и спа. А вообще, дом Хорвуд был частью пейзажа Бакингхемшир с 18 века, хотя нынешняя усадьба была построена в 1911 году рядом с первоначальным домом священника. Начнем осмотр этого места с сада. Пока утро, рано, тихо. И кроме нас и зайцев тут никого нет. Гарри Трауэр был главным садовником, когда дом был построен. В саду работало 16 человек, а должность главного садовника предусматривала шестикомнатный коттедж рядом с огородом площадью около двух акров, обнесенным кирпичом высотой 10 футов. Зарплата главного садовника составляла 2 фунта стирлинга в неделю, плюс коттедж, отопление, бесплатные фрукты и овощи, бесплатное молоко и различные льготы. Заработная плата обычного садовника составляла 28 шиллингов в неделю. Были односкатные теплицы, отапливаемые угольным котлом по водопроводу. Был обширный яблоневый сад из почти 200 деревьев, который мог давать яблоки круглый год, со исключением нескольких летних недель. Главный садовник также должен был предоставлять экзотические фрукты того времени, такие как персики, дыни, виноград и так далее. Садовник также был обязан производить грибы и улья тоже были его ответственностью. Дети садовника также были наняты на работу в этот дом. Его сын Персий получал 5 пенсов за 11-часовой рабочий день, работал 5,5 дней в неделю. Он мог пополнить свой доход, ловя диких животных. Поместье платило по 6 пенсов за кротов, сорок и ворон-падальщиков, и иногда мальчик зарабатывал на этом больше, чем его жалование. Персий покинул дом Хорвуд в 1931 году, чтобы работать в королевских садах Виндзора, где работало 60 садовников. Миссис Дэнни была так впечатлена тем, что он собирался работать в Виндзоре, что поручило одному из шоферов отвезти туда Персий и его отца. К 1931 году количество садовников здесь сократилось до 7 человек. Забавный вид, не правда ли, когда ирисы цветут на крыше дома? Изначально дом был построен для Фредерика Артура Дэнни, который разбогател на свинине и беконе. Дом спроектирован в утонченном якобинском стиле архитекторами Блоу и Биллери. Он построен на месте бывшего Олд Хорвуд – 300-летнего фермерского дома, ранее известного как Дом приходского священника. Старый Хорвуд был зданием постройки конца XVI века, состоявшим из двух этажей и чердака, со стенами из дерева и кирпича, которое какое-то время занимал полковник Досей. И местный фольклор предполагает, что его призрак часто посещает нынешний дом. Дом был расширен в конце XVII века и в XIX веке, когда поместье было куплено Дэнни. Оно состояло из почти двух квадратных километров. На нем находились две фермы, 11 коттеджей, парк и лес. Покупка поместья сделала владельца мирянином, настоятелем или покровителем церкви святого Николая Литл Хорвуд. В доме было 14 спален, 5 ванных комнат и 9 спален для прислуги в западном крыле, примыкавшем к крытому конюшенному двору. Дом построен из старых красно-коричневых кирпичей, привезенных из Нидерландов. А для остроконечной крыши использовалась старая черепица, из-за чего здание выглядело намного старше, чем оно было на самом деле. Как-то у нас в этом году странно. Не цвело, не цвело, а потом все разом. И пионы, и сирень, и розы, и мои самые любимые цветы – ландыши. Хотя я всегда говорила, что ландышей в Англии нет, я ошибалась. В первый раз за эти 13 лет в этом году я нашла их в двух местах. Первые мы обнаружили волны на прошлой неделе, но они совсем не пахли. А сегодня для меня просто праздник. Здесь мы нашли пахнущие, крупные и красивые ландыши. Теперь буду знать, куда приезжать, понюхать ландыши. А теперь обратим наше внимание на символ трусости – зайцев. Представители семейства зайцевых расположены по всей планете, за исключением Австралии и Антарктиды. Косыми зайцев называют вовсе не потому, что они косоглазые, а вследствие того, что их бег от охотников похож на петляющие зигзаги. Любопытно то, что во время бега зайцы петляют не просто так, оказывается, их задние лапы асимметричны от рождения. Знаете ли вы, что при необходимости заяц может, подобно колобку, просто скатиться с крутого склона? Поскольку заячьи зубы растут на протяжении всей жизни, им приходится регулярно что-то грызть. Интересный факт, что самки живут почти два раза дольше самцов. Бывают случаи, когда зайчихи могут повторно забеременеть еще до рождения предыдущих детенышей. Любопытно, что зайцы и кролики не могут иметь общего потомства. Вот и они, мои самые любимые цветы. А в этой компании только одни мальчики. Этот эстет сначала нюхал цветочки, а потом решил их попробовать. Как видите, некоторым травы на поле мало, надо попробовать листочки. Этому, наверное, железа или пластмассы не хватает в организме, раз решил их попробовать. Думаю, пришло время покинуть этих красавцев с их делами. Пойдемте и посмотрим, дом изнутри. Хорвуд остается важным образцом стиля декоративно-прикладного искусства и теперь является памятником архитектуры второй степени. Недавно отель реконструирован. Стоимость работ была 6 миллионов фунтов стерлингов и тщательно была организована, чтобы сохранить уникальные особенности усадьбы и окружающие двора коттеджи с соломенными крышами. Структура и большая часть насаждений были сохранены, скорее всего, благодаря главному садовнику Гарри Троуэру, который отвечал за уход за территорией и управление участком, который круглый год снабжал кухню сезонными фруктами и овощами. Эта философия продолжается и сейчас на кухнях отеля, где они используют местные сезонные продукты. Самое интересное то, что самыми известными жителями Хорвуд Хаус не являются их хозяева, а тот самый мальчик, сын садовника, о котором я вам рассказывала ранее. Он был первым звездным телевизионным садовником и популяризировал прошлое Великобритании на протяжении 1950-х годов и позже. Интерьеры домов Хорвуд, как старые, так и новые, отражают ботаническое наследие с тонкими принтами на фоне земляных тонов. Отель позаботился о том, чтобы создать роскошную современную обстановку, которая обеспечивает все удобство для гостей, при этом сохраняя глубоко укоренившиеся наследие Хорвуда. У дома были разные роли с тех пор, как первоначальные владельцы ушли, прожив всего одно поколение. Поместье было разделено в 1936 году, когда оно было продано семьей Дэни. Поместье было продано с аукциона. Аукцион и более поздние предложения собрали в общей сложности 29 755 фунтов стерлингов, включая дом и территорию за 20 000 фунтов стерлингов, хотя некоторые лоты были сняты. Затем это стало школой для девочек, а позже подготовительной школой для мальчиков под названием The Old Right School. После чего в 1962 году ее купила компания British Rail, поскольку они собирались построить в Саунборн огромную сортировочную станцию, которая охватывает территории Хорвуд Хаус. Но этого так и не произошло. В 1966 году дом был продан компанией GPO, которая использовала его как один из своих колледжей инженерных исследований. Они построили дополнительное крыло жилья, значительно увеличив дом, который был расширен в 1975 году. В 1984 году дом Хорвуд стал памятником архитектуры второй степени. Компания GPO дополнительно модернизировала здания и увеличила количество спален до 120, все с ванными комнатами. Также добавили бассейн, джакузи, сауну, обновили ресторан и общественные помещения. Отель это здание приобрел в 2019 году и сейчас здесь 165 номеров. Сейчас этот отель известен как место проведения конференций и свадеб. Мы спускаемся в бар, чтобы попить чай. А с вами я на этом прощаюсь. Мы здесь остаемся, а вам хорошего дня. Встретимся с вами скоро в другом, но не менее интересном месте. На этом все. Пока-пока. Пока ждем чай, полюбуемся и послушаем камин. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok